Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Пять государственных структур. Не знаю, как сказать. И что это там? Читовая Россия. Это все бесполезно. Народное мнение. Сделать это можно... Так, еще, пожалуй, раз начну. Это народное мнение, действительно, передача, в которой вы можете высказать свою точку зрения по обозначенной теме. Сделать это можно посредством телефонной связи, либо сообщений. Номер прямого эфира 8909... Номер прямого эфира 211-101, а номер для сообщений, да, 8909-720-101 и 0. Принимаются как классические традиционные смс-сообщения, так и сообщения в мессенджерах, в Вайбере и в Ватсапе. Меня зовут Владимир Сметанин. Слушать нас можно, напоминаю, не только с помощью радиоприемника. На частоте 101 и 0 прямая трансляция ведется на сайтах kirva.ru, на нашем YouTube-канале, в Telegram-канале, и в группе радиостанций ВКонтакте. Тема сегодня очень любопытная, я бы даже сказал, уникальная. Аналогов в России просто не существует. И то, что планируется сделать у нас, может стать по-настоящему эксклюзивным, на мой взгляд, историческим событием в масштабах всего государства. Если коротко, то в Кирове хотят вернуть первоначальное название Дворцу Пионеров. Только вдумайтесь, мы на протяжении нескольких десятилетий избавлялись от советских названий, пытались их забыть, просто вычеркнуть из памяти, а тут возвращаем это название. Активно по всей стране, как известно, возрождались дореволюционные наименования. Но мы прекрасно помним, что ровно 10 лет назад в нашем городе названия прежние были возвращены четырем улицам. Большевиков у нас стало называться Казанская, Энгельс-Преображенская, Дорелевского-Спаска и Степана Халторина, ныне Пятницкая улица. Что касается Дворца Пионеров, то с ним связана судьба, безусловно, десятков тысяч кировчан. Это одно из самых интересных с точки зрения архитектуры зданий в нашем городе. Да и сама эта территория, на которой находится дворец, уникальна. Напомню, что это квадрат улиц Попова, Калинина, Сурикова и Некрасова, более 20 гектаров. Ну а если говорить подробнее, то власти нашего региона не планируют ограничиваться только переименованием Дворца Творчества «Мемориал». Вот о чем правительство региона сообщило буквально на прошлой неделе. Прошло совещание, на котором чиновники озвучили следующие планы. Мемориальная зона в парке у Дворца Пионеров будет полностью сохранена. Парковая зона должна быть благоустроена и расширена. Планируется создать, кроме того, военно-патриотическую зону с выставкой военной техники, территорией для проведения патриотических акций. Кроме того, будет предусмотрена спортивная и пешеходная зоны, велодорожки и детская площадка. Ну а что касается возвращения названия Дворец Пионеров, то в устав Дворца Творчества «Мемориал», так официально сейчас эта организация называется, учреждение дошкольного образования, и называется оно уже «Мемориалом» ровно 30 лет с января 1992 года. Для того, чтобы переименовать и вернуть название Дворец Пионеров, нужно будет внести изменения в устав. Ну, все это, безусловно, хорошо, чиновники озвучили свои планы, но не хватает одного. Не хватает народного мнения, мнения о нас с вами. Как мы к этому относимся? Это, собственно, и побудило меня накануне передачи снова выйти на театральную площадь в нашем городе и пообщаться с горожанами, задать им вопрос соответствующий, и как вы относитесь к возвращению названия Дворец Пионеров? Считаете ли вы это событие уникальным и не создается ли какое-то противоречие? Все-таки пионеров в настоящее время уже не существует. Всесоюзная пионерская организация еще в начале 90-х годов была ликвидирована на общегосударственном уровне. А вот Дворец Пионеров у нас будет. Может быть, продолжать возвращать советские названия, не сосредотачиваться только на названиях дореволюционных. Вот обо всем об этом мы пообщались с жителями города на улице. Традиционный видео-опрос, видео-версия опроса есть в группе нашей радиостанции ВКонтакте, а также можно посмотреть в группе ВКонтакте наших коллег, газета «Источник новостей». Ну, а сейчас аудиоверсию этого разговора мы с вами послушаем в прямом эфире. 211-101, напоминаю, номер наш. Вы тоже можете высказаться по этому поводу, что вы думаете о возвращении названия Дворец Пионеров? Люба вам или не Люба? 8-909-720-101-0. Сообщение принимается. Итак, давайте послушаем, что сказали по этому поводу жители нашего города, опрошенные на улице. Народное мнение. При постройке, как его назвали, вот логичнее было бы так, так и оставили бы. Потому что строили это на добровольных началах. Безусловно, комсомольская стройка была, да, большая очень. Да, и взрослые люди, и работники заводов. И у меня, например, мама и папа участвовали там в субботниках. А что касается других советских названий, может быть, их тоже возрождать? Не все дореволюционные, а именно советские? Ну, надо подумать, посмотреть. Ничего плохого в некоторых советских названиях я не вижу. Пускай это будет там завод, допустим, 20-го партиезда, или завод Лепся. Ну, смотрите, пионерии вроде как нет, а дворец пионеров будет. Может быть, логично и начать ребят в пионеры снова принимать? Ну, уже будет логично. Кто хочет, посвятить пионерскую организацию. То есть добровольно какой-то, да? Положительно. Положительно? Почему пионерами были в детстве? Да, да, конечно, галстук носился. Много приятных воспоминаний? Ну, конечно, кастрыжгли, по ходу ходили. Сейчас такого нету, не считаешь. Может быть, возрождать продолжать вот эти советские названия? Не знаю. Ну, если Казанскую большевиков снова называть, Преображенскую... Ну, как ведь правительство решит, от нас тут ничего не зависит. То есть у вас особого желания нет возвращаться к этим названиям? Почему? Хорошие же улицы были. Сейчас даже на улице, ты знаешь, это не выговоришь иногда. Какая-то Спасская, все же Спасская. Чего нас спасают? Дворец пионеров? Да. А может быть, еще какие-то советские названия возрождать в нашем городе? Переименовать Преображенскую в Энгельсе? Или Казанскую в большевиков? Да, и вот это я даже требую. Казанская. Что это Казанская? Какое оно в отношении к нам? Вот историческое название такое у нее. Родились в Преображенской власти. В общем, за название Дворец пионеров вы поддерживаете? И улицу. Да. И улицы обратно вернуть? Да, обязательно. Большевиков, да. Большевиков. Пионеров нет, а Дворец пионеров будет, может быть, тогда и попутно уже и пионерию возрождать? Ну, знаете, не могу сказать. Не задумывались? А почему это название не оставишь? Я думаю, что не нужно. Не нужно. Оставить так, как есть. Возможно, есть проблемы и поважнее, да, в конце концов? Ну, я думаю, да. Зачем? В Кирове есть Дворец пионеров, знаете, да, прекрасно? А как он сейчас называется? Дворец пионеров – это прежнее название. Я не знаю. Вроде и сейчас так же. Вроде так же называется. Ну, его в народе так называют, а так он официально называется Дворец творчества «Мемориал». Речь о том, чтобы официальное название советское – Дворец пионеров – ему вернуть. Да, я не знаю. Наверное, ничего в моей жизни не изменится в нашей жизни. Особо не затронет вас, да? Ну, да. Не, ну, что, прикольно, там СССР вся фига. А как вы вообще к советским названиям относитесь? Дворец пионеров, улица большевиков, памятник Ленину у нас здесь стоит. Нравится вся эта. Нормально? Ну, не вызывает никакого отторжения? Ну, так сейчас много молодежных организаций, пожалуйста, можно и возродить. Ну, как одну из сделать, да, пионерскую, пионерскую организацию. А как назвать, это совсем не имеет значения никакого. Может быть, возвращать какие-то еще советские у нас названия у улиц и так далее? Надо подумать, да зачем? На это уходит слишком много средств. Я считаю, что городу нужны другие задачи решать. Другие заботы, другие проблемы первоочередно. Да, 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 надо деньги тратить совершенно ни к чему. Может быть, и пионерию возрождать, начать принимать пионеры? Насчет пионерии не знаю. Это есть уже первая ступень. Это я хочу вообще, я до сих пор иду, вспоминаю, как там мы ходили, бегали. Хотят официально снова назвать его дворцом пионеров. Как к этому относитесь? Нормально. Хотят официально снова его называть дворец пионеров. Как к этому относитесь? Я хорошо отношусь. Хорошо? Пионеркой были в свое время тоже? Да, конечно. Дворец пионеров будет, а самих пионеров вроде как уже нет. Как-то нелогично. Ну, как бы нелогично, да. В принципе, можно и так оставить, как мемориал. Дом пионеров будет, он так называться или не так, суть-то не меняется. Главный принцип-то вот тот, что патриотизм развивать, да? Только за. Я участвовала как раз в это время, когда дворец пионеров хотели отнять. Несмотря на то, что наши кировчане довольно пассивные, но у нас оказались очень активные жители. И люди были настолько встревожены тем, что хотят застроить. Я считаю, что город должен быть таким, как он есть. И поэтому я очень рада, если вернут название. Народное мнение. Это мнение жителей нашего города, опрошенных на улице. Опрос, напоминаю, можно не только услышать, но и увидеть в нашем сообществе. Сообщество нашей радиостанции в группе ВКонтакте. А также в аналогичном сообществе газеты «Источник новостей». Это совместный проект нашей радиостанции и этого издания. Вы тоже можете высказаться, как вы относитесь к возвращению названия «Дворец пионеров». К тому, как будет модернизироваться и обустраиваться данная огромная территория. Одна из самых больших, озелененных в областном центре. И сейчас я хочу пообщаться с Дмитрием Сергеевым. Это член штаба Общероссийского народного фронта. Один из организаторов и участников проекта «Больше, чем парк». На протяжении уже многих лет Дмитрий Валерьевич вместе с коллегами занимается развитием данной территории. Парк у Дворца пионеров. Дмитрий Валерьевич, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Хотелось бы пообщаться. Вот появилась такая небольшая заметка от областного правительства о том, что там собираются сделать. Пока много вопросов рождается. Но, насколько я понимаю, проходило какое-то совещание с представителями сообщества городского, с активистами. И вы, в том числе, на нем побывали. Можно побольше рассказать, узнать, что же там все-таки планируется сделать? Ну, как такового совещания никакого не было. То есть, был выход на местность, скажем так. Чем вы часто занимаетесь, собственно, выходить туда, да. Значит, где стоял вопрос. Первый раз я увидел то, что предлагалось там. Это разместить военную технику и памятник. Выпускникам нашего авиационного училища. Вот, в принципе... Подождите, речь о том идет, чтобы выпускники скинулись, что ли? Или там подробности неизвестны? Я не знаю. Я как будто эту историю не могу вам рассказать. Я не выйду этой ситуации. Значит, шел вопрос именно определиться на местности, куда мы это все ставим. То есть, вопрос не решался, как бы надо, не надо. Что, в каком виде это делать будет. А вопрос, вот у нас есть там 5-6 объектов, куда их разместить на территории. Так, и можно поподробнее рассказать, где конкретно это все будет располагаться? В непосредственной близости? Я не знаю, я вам не могу это сказать. Почему? Потому что я там до конца этого мероприятия не смог остаться. У меня, честно говоря, позиция к этому, отношение к этому несколько другое. Но вы можете озвучить свою позицию, безусловно. Да, у нас есть общественное пространство, в отношении которого, я думаю, что должны высказываться в первую очередь жители города. Если у правительства области есть намерение его преобразовать, то они, наверное, как-то должны это анонсировать, показать жителям. А жители должны сказать, да, мы это одобряем или нет, мы это не одобряем. Потому что отношение такое, как к своему имуществу со стороны чиновников, меня не устраивает. Это не их имущество, это имущество горожан. И его как-то преобразовывать они должны все-таки с учетом мнения жителей города. Ну, безусловно, мы, собственно, здесь и занимаемся, да, в программе «Народное мнение». И жители могут высказать свое отношение к этим планирующимся переменам. У меня подозрение какое-то возникло, что затронет это и вот ваше общественное пространство, развитием которого вы занимаетесь, ну, непосредственно, как активист. Понимаете, как бы, проекта нет, визуализации нет. То есть вот даже говорить о том, что собираются делать, точки отчета нет. Да, то есть я не понимаю, честно говоря, что там хотят сделать. Вот проект непосредственный, да, как анонсировало областное правительство, должен быть представлен где-то ближе к концу апреля. Ну, может быть, тогда будет широко как-то это визуализировано. Ну, вот будет проект, это можно рассказать и... Да. У меня такое ощущение... Я хочу выразить свою точку зрения, что вот я не против там размещения военной техники в городе Кирове, да, то есть как объекта там памяти чего-то нашего там героического наследия, да, то есть техника современная. Я, конечно, не против, я, наверное, двумя руками за за то, что подвиг там наших выпускников вертолетного училища должен быть увековечен, и это ратный труд, он, как сказать-то, в целях патриотического воспитания, он должен присутствовать в нашем городе. Вопрос, где это должно располагаться. Вот на это должны ответить жители города, а не чиновник должен принимать решение в своем кабинете. В одностороннем порядке, да, без того, чтобы не проконсультироваться с конкретными жителями. Ну, я же прекрасно помню, что жители близлежащих домов, они довольно активную позицию занимают, и если вспоминать историю многолетней давности, когда парк этот хотели застраивать свою позицию, о своей позиции горожане, живущие там очень активно заявили, да и, в принципе, до сих пор этот костяк активистов, он сохраняется. Ну, а что касается вот самого названия «Дворец пионеров», вы пионером были наверняка? Да, я пионером был, и то есть историческое название все-таки это «Дворец пионеров». То есть против исторического названия у меня никаких возражений принципиальных нет. То есть пусть будет «Дворец пионеров», а не «Дворец творчества мемориалов». Знаете, в «Попихоте» мы все равно его называем «Дворец пионеров». Ну да. Как бы он ни назывался, а в общении людей, то есть чтобы там привязаться к местности, где около Дворца пионеров или на территории Дворца пионеров, то есть пока ничего не поменялось. Ну да, мы часто используем свои речи, где встретимся у дворца пионеров, и всем прекрасно ясно, куда идти, куда ехать. Даже я где-то нашел байки, даже сохранились, ведь когда-то на этой территории, вот только я сейчас не могу конкретно сказать, либо на здании самого дворца пионеров находился вертолет Ли-2, ой, простите, самолет Ли-2. Самолет. Самолет Ли-2, либо он где-то там рядышком стоял, у нас даже байка ходила, вот таксисты кировские, подвипивших пассажиров. Победилов, дабы над ними пошутить, везли их не в аэропорт Победилова, а высаживали где-то возле дворца пионеров. И вот их... Я еще помню, где все. Им говорили, все, приехали, товарищи, выходи, мы в аэропорту. Общественное пространство, о котором вы упомянули, развитием которого вы с коллегами занимаетесь, где оно находится, этот участок на этой большой территории, напомните, и о планах на ближайшее время. Давайте, так скажем, зрительно разделим эту территорию на две. Это мемориальная зона, там, где у нас находятся курганы, где сам дворец пионеров, вход на территорию, и справа там, где засортированы площадки. Вот эту территорию мы в свой проект, скажем так, в задание на то, чтобы разработать этот эскиз, мы ее не включали. Потому что мы считали, что она вот такая, какой ее задумал архитектор, создававший этот проект. Ансамбль целый. А вот оставшаяся часть, это вдоль улицы Попова и Некрасова. Вот, да, эта территория, она, скажем так, на сегодняшний момент в таком заброшенном состоянии. И именно предложение о ее преобразовании мы и вложили в эскиз. Что уже сделано, давайте напомним. Я думаю, что многие уже подзабыли. И какие планы... Давайте начнем с того, что как бы федерального, не муниципального, не областного финансирования на это не было. Да, безусловно. То есть это делалось все за счет небюджетных источников финансирования. Значит, во-первых, первым этапом у нас были установка скамеек, в первую очередь в мемориальной зоне, потому что там тоже их не было. То есть это было пожелание жителей близлежащих домов, чтобы парк, скажем так, наполнился людьми. То есть он стал не просто транзитной зоной, а в нем могли проводить время и матери с детьми. То есть ребенок бегает, прыгает, а маме где-то нужно посидеть. И люди пожилого возраста, их стало там намного больше, потому что прогуляться по зеленой территории и присесть отдохнуть, это просто необходимо. Дальше появилась площадка для занятия спортом, площадка паркура. Да, да, это анонсировалось и рассказывалось об этом. Да, вот эта площадка появилась там, наверное, более 20 предприятий и организаций участвовали в реализации данного проекта. И она как раз была вписана в концепцию, почему и нужна концепция, чтобы вот те шаги, которые сейчас делаются, чтобы они потом не были, как сказать, переделывались заново, чтобы они не были в конфликт с чем-то входили. Вот для этого и нужна концепция. Ну и какие-то, может быть, мелкие там вещи, субботники, скамейки, еще раз дополнительные урны, то есть вот какие-то такие вещи, они проводятся каждый год. Но это то, что на сегодняшний момент могут делать жители без государства. Дальнейшее развитие этой подшефной для вас зоны. Я помню, в СМИ анонсировалось и появление сцены, какого-то такого вот пространства концертного. Вот вы знаете, основная причина, почему эта территория в том виде, в котором она есть, это территория образовательного учреждения. И все, что там происходит, оно должно как-то направлено быть на учебный процесс. Не мешать учебному процессу. Поэтому включить эту территорию в федеральные программы, по которым преобразуются у нас общественные территории, на сегодняшний момент невозможно. Мы этот вопрос неоднократно уже поднимали перед правительством области, но, к сожалению, вопрос не решен. То есть вот, наверное, за счет областного бюджета, за счет городского бюджета это сделать невозможно. То есть без поддержки федерального центра. И вот вопрос первый, который нужно решить, то есть выделить эту территорию таким образом, чтобы на нее можно было использовать федеральную субсидию по одной из программ. То есть какой-то особый статус, особым статусом ее каким-то наделить. Ну, вот у нас парк имени Кирова в этом году должны начаться работы по его преобразованию. Кочеровский парк был преобразован, да, то есть еще другие территории. Это деньги выделялись из федерального бюджета. Да, федеральный. И вот в эту же программу можно было включить и эту территорию, но пока, вот, скажем, в силу ее статуса, в силу ее принадлежности это сделать невозможно. В общем, строить какие-то планы, да, говорить о конкретных вещах можно будет только тогда, когда вот это произойдет. О чем вы говорите? Хотелось бы, чтобы это произошло. Ну, вот на момент, скажем, создания концепции, по укрепленным показателям, стоимость проекта составляла около 200 миллионов рублей. То есть сейчас, конечно, это сумма многократного расхода. То есть мы понимаем, что из бюджета такие деньги, я еще раз говорю, из областного, наверное, выделить невозможно. Это было еще несколько лет назад, да, озвучивалась эта сумма. Да, 2017 год. Да. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю Дмитрия Сергеева, члена штаба Общероссийского народного фронта. Вот такое мнение, да, в подвешенном состоянии, видимо, находится пока эта затея, пока областные власти еще не представили конкретный план, что же там будет на территории возле Дворца Пионеров. Но факт остается фактом. Официальное название Дворец Пионеров. Дворцу Творчества Мемориал хотят вернуть. Что вы думаете по этому поводу, 211-101? Приятнее ли вам будет? Вы были пионером когда-то и будете чувствовать себя более гордо, что ли, за то, что вот это здание снова называется Дворцом Пионеров. И такие планы по модернизации этой зоны тоже озвучены. Как вы к ним относитесь? И стоит ли возрождать какие-то другие, возможно, советские названия, которые три десятилетия, четыре и более лет назад были для нас абсолютно приемлемыми? 211-101, номер нашего телефона, прямой эфир 8-900-9-720-101, номер для ваших сообщений. Я смотрю в нашей группе во Вконтакте, есть несколько комментариев по этому поводу. Вот, например, Геннадий пишет, давно пора, видимо, возвращается название Дворец Пионеров, пускай враги боятся, пишет он. И еще несколько сообщений. Название зданию должно быть сопоставимо с его нынешней деятельностью, областной Дом народного творчества, областной Дворец молодежи и так далее. Старое название в памяти останется, исключение составляет Дворец творчества Мемориал или Центр творчества на Спасской. Я был бы за то, чтобы у нас постепенно вернули дореволюционные названия улицам, а они оставляли их в честь революционеров. К тому же никакого отношения к нашему городу не имевшим. Светлана комментирует, я сама пионерка, видимо, комсомолец, то есть поддержка абсолютная этого начинания. Алексей, а как насчет коммунистических названий многих улиц типа Мопра? Ведь Мопра нет, улицы есть, так что лучше уж Дворец Пионеров, чем Мемориал. И, наконец, сообщение от Геннадия, не надо стесняться названия того, для чего это здание построили. Его строили комсомольцы нашего города для пионеров и назвали его Дворец Пионеров. Пусть он таким и остается, благо его до сих пор люди так и называют. Да, называем, а вот планируем, чтобы и официально присвоили этому учреждению название Дворец Пионеров. 211-101, номер прямого эфира. Позвоните, выскажитесь, это программа «Народное мнение». Хочу сейчас пообщаться с Михаилом Кремлевым, первым секретарем Горкома КПРФ. Михаил, добрый день, вы в эфире. Да, обсуждаем. С людьми, с рядовыми жителями города, в том числе, сейчас с вами хотим пообщаться по поводу этих планов по модернизации и самого Дворца Творчества Мемориал и огромной территории, которая находится рядом с ним. Вы как оцениваете эти начинания, эти инициативы, озвученные чиновниками названия «Дворец Пионеров вернется»? Ну, я считаю, что это абсолютно правильная идея, ведь по идее Дворец Пионеров это была областная комсомольская стройка, и идея, собственно говоря, стройки принадлежала комсомольцам. Деньги собирались всем миром, там, всем городом строили, строили именно как Дворец Пионеров, поэтому я считаю, что вот он именно так исторически должен сохраняться в истории города, как Дворец Пионеров. Несмотря на то, что его переименовывали на какое-то время для всех, он таким Дворцом Пионеров, собственно, и оставался все это время. Ну, людям... Я считаю, что это очень правильно. Да, людям старшего поколения... Год, столетия. Да, да, мы забыли об этом сказать в этом году, да, безусловно, 19 мая будет отмечаться 100-летний юбилей Всероссийской Пионерской Организации, основана она была в 1922 году, но вот если исследовать дальше, мысль развивается, то пионеров-то на общегосударственном уровне нету, Дворец Пионеров будет. Люди старших поколений, они будут прекрасно понимать, о чем идет речь, да, Дворец Пионеров, многие когда-то туда ходили, да не многие, а десятки тысяч горожан туда ходили и занимались во всевозможных кружках, получали знания и навыки, а младшему поколению объяснить, как, кто такие пионеры, они-то с чем будут это все ассоциировать? Ну, понятно, что да, на всероссийском уровне большой сегодня организации пионерской нет, хотя, конечно, на местах они сохранились, у нас в области такая организация есть. Есть. Ну, а для молодежи это же часть воспитательной, то есть часть сохранения истории, памяти, ведь пионерская организация, это вещь-то очень хорошая была, с точки зрения воспитания поколения, с точки зрения патриотизма, занятости детей и подростков, их обучения, образовательной составляющей. Поэтому, мне кажется, что это и будет неплохо, что вот какое-то напоминание для будущих поколений будет, что вот такая большая массовая организация была, дети занимались такими замечательными, там, полезными делами и, ну, вот, по ссылам в будущее. Тем более, сейчас же вам есть попытка государства создания подобной организации? В 2015 году, да, президентом Путиным было объявлено о создании Всероссийского движения школьников, и, собственно, насколько я понимаю, там многие черты заложены и бывшей пионерской организации, ну, и в настоящее время, тоже, насколько я знаю, если будет время, мы чуть позже об этом поговорим со слушателями, сохраняется вот такое соприкосновение деятельности пионеров и Всероссийского движения школьников. Ну, молодому-то поколению надо будет все равно объяснять, вот, придут новые детишки в Дворец пионеров заниматься, и, видимо, надо будет рассказывать им как-то, посвящать исторический экскурс, вот, ребят, почему называется Дворец пионеров. Правильно, чтобы правильно объяснять и показывать, тем более, ну, вот, например, в Ружомском районе пионерской организации. Да, 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 да. Да, все эти годы, там были попытки в Чепецке создания в Мурашах, в Афанасьево, в Пижанском районе пионерских отрядов. Конечно, это все такая частная инициатива, там, на Красной площади пионеры принимают, но, как бы, все равно, чтобы молодежь знала, молодежь помнила и знала, на какие примеры равняться, там, и герои-пионеры, и те, кто трудовые подвиги совершали, там, награжденные орденами Ленина за свои трудовые подвиги, это те примеры, которые все равно должны оставаться в воспитательной части для молодежи, для подрастающего поколения, то, на кого надо равняться и сегодня. А что касается размещения в парке у Дворца пионеров каких-то экспонатов военной техники, как к этому относитесь? Вот я смотрю, буквально час назад в одном из популярных сообществ городских Вовконтакте тоже появилось это обсуждение, и люди прямо дискутируют, говорят о том, что, ну, у нас же есть Парк Победы, где мы традиционно привыкли видеть военную технику, зачем еще какие-то единицы боевой техники устанавливать у Дворца пионеров, кто-то парируется на эти высказывания и говорит о том, что Дворец пионеров и вся эта территория, она изначально создавалась, идея закладывалась, что это памятная, мемориальная зона, да, там, люди должны туда приходить и идти, в том числе, и почтить память наших предков, одержавших победу в Великой Отечественной. Вот к этому как относитесь? Еще к одной такой точке? Там, собственно говоря, на самом деле на территории Дворца не только посвящены Великой Отечественной войне, там, в общем-то, в целом, это мемориальный комплекс, там есть часть, посвященная там гражданской и так далее, и так далее. И, в принципе, если это будет логическим продолжением, ну, такой передачей традиции вот этого русского воинства, там, начала XX века, Великой Отечественной и дальше, то почему бы и нет? Главное, чтобы это все гармонично смотрелось, чтобы оно не выбивалось из общей концепции Дворца, ну, территории мемориала. Вот, а так, естественно, можно, конечно, говорить про Парк Победы, но тогда у нас получится только одна точка вот такая в городе. Парк Победы, он все-таки поменьше территориально. Поэтому мне кажется, что, учитывая концентрацию детей, учитывая возможности Дворца, это могло бы стать в том числе подспорьем и для их работы, мне кажется, что это можно было бы использовать для патриотических каких-то объединений, занятий. Поэтому если это будет вписано так органично на территорию и продолжать вот эту логику, которая заложена в территории, то почему бы очень хорошая идея, мне кажется. Ну да, вот один большой вопрос остается пока неразрешенным. Мы пока не видели конкретного проекта, что же там хотят сделать. Ну и смущает то, что нет широкого народного обсуждения, которое, наверное, неплохо бы организовать, потому что людям жить, продолжать в этом городе. Без этого, конечно, ни в коем случае нельзя принимать решения. Здесь, конечно, должны решать люди. И должен быть этот проект на обсуждение выставлен. Чтобы не получилось, что оно совсем будет там, ну, как говорится, не в тему. Оторванным от реалий, да, и от того, что хотелось бы видеть и получить рядовым жителям. Спасибо. Это мнение Михаила Кремлева, первого секретаря Горкома КПРФ. Вы тоже можете высказаться. Возвращение названия «Дворец пионеров» — уникальное событие для страны. На протяжении долгих и долгих лет мы открещивались от этих советских названий. Я смотрю страницу в Википедии. Написано о том, что в конце 80-х годов в нашей стране насчитывалось порядка 4 тысяч домов пионеров и дворцов пионеров. Ну, сейчас с таким названием уже этих заведений просто-напросто не осталось. Уходим на рекламу. Мне подсказывает звукорежиссер. Продлится она очень недолго. 211-101. Все в силе. Буду ждать ваших звонков после паузы небольшой. Народное мнение. Народное мнение продолжается. Здесь с небольшим минут у нас есть. Вернее, здесь с небольшим минут есть у вас, для того, чтобы дозвониться. 211-101. Мы пытаемся народную составляющую подобрать и высказать все эти инициативы. Чиновники сказали, рассказали о своих планах. А мы давайте выскажем свое мнение по поводу этих преобразований. Добрый день. Вы в эфире. Как вас зовут? Меня зовут Алевтина. Да, слушаю вас. Я хочу сказать, что дворец пионеров или дворец творчества. В общем-то, ну вот, вы кого не опрашивали, это все не молодежь, это люди старого поколения. В основном, да. Молодое поколение, оно действительно не знает, кто такие пионеры. И возродить пионерскую организацию, это значит все снова положить на учителей, а школы переполнены, учителя перегружены. Я знаю филолога, который работает 45 часов в неделю, а норма у преподавателя 18. Когда-то говорили о том, что и 18 часов много. Это значит, опять будет сплошной формализм, и никакого настоящего пионерского движения не будет, как это и было в последнее время. И я еще о чем хочу сказать, что патриотическое воспитание заключается не в том, что какое название вы дадите этому зданию и этой территории, и поставите вы туда военную технику или не поставите, а вы сделаете так, чтобы это действительно было для людей, для детей, для народа. Раньше все кружки были, по-моему, бесплатные. Так или не так? Я советский период только лишь первые 9 лет своей жизни застал. По-моему, да. Все бесплатно было, да. Вот. А теперь вот у меня двое внуков, живут они возле дворца пионера. Внучка ходит в танцевальный кружок и в фигурные катания. Внук ходит в карате, теперь сказал, хочу заняться фехтованием. И все это платно. Так вы оставьте название и сделайте вот патриотическое воспитание. Это покажите, что государство наше беспокоится молодежи. Оно хочет, чтобы молодежь вырастала творческой, чтобы она развивала свою инициативу. Сделайте в этом дворце пионеров или в дворце мемориалов все равно бесплатные кружки. Вот тогда действительно люди начнут понимать, что это делается для людей. А не потому, что мы там технику наставим. Ну, походят до шестого класса, полазают там по машинам. И все воспитание. Спасибо, Левтина. Очень яркое мнение у вас прозвучало. Действительно, как-то не укладываться будет в голове. Дворец пионеров называется, а кружки платные. Пионерия – это же все народное, бесплатное. А тут как-то на буржуйских рельсах это все будет организовано. 211-101 номер нашего прямого эфира 8909-720-101, номер для СМС и сообщений в Вайбер и Ватсап. Несколько раз у нас уже в ходе передачи прозвучало и я говорил, и вот Михаил Кремлев, первый секретарь городского горкома КПРФ, говорил о том, что у нас все-таки есть пионерская организация в регионе. И вот я сейчас хочу поподробнее на этом сосредоточиться. Да, действительно, единственная в нашей области пионерская организация под названием Республика Пионерия существует в Уржумском районе. В моем родном, кстати, районе. И я когда-то тоже был активным, хорошим, примерным пионером. Накануне этой передачи я пообщался с председателем районного совета Уржумской районной организации Республика Пионерия Ириной Зайцевой. Она как раз возглавляет, руководит уржумскими пионерами. Получился такой небольшой пятиминутный кусочек. Я предлагаю сейчас вам его послушать. Элементарный вопрос задавал, чем сейчас живут пионеры, как принимают пионеры, какие мероприятия проводятся, много ли пионеров, сохранились ли традиции пионерские. Сейчас попрошу звукорежиссера, и все-таки попрошу запустить вот этот файлик. Мы сейчас послушаем. Хорошо, давайте не сейчас, давайте чуть позже. Еще есть одна договоренность пообщаться с одним из специалистов. Это Анатолий Курбатов, координатор движения «Красивый Киров». Затем все-таки кусочек, записанный с Ириной Зайцевой, мы послушаем. Анатолий, приветствую. Добрый день. Да, добрый день. Координатор движения «Красивый Киров». Еще раз повторюсь. Анатолий, ваша оценка тех инициатив, которые сейчас связаны с Дворцом пионеров и с территорией, с этой огромной территорией, которая находится рядом? Да, Дворец пионеров у нас снова собираются возродить Дворец пионеров. Да, я вчера присутствовал на встрече как раз с выездным встречанием человеков, где они начали планировать, где будут стоять вертолет, где будет танк, ну и вообще как бы планировать. И насколько я понял из разговоров, вот с того обещанного благоустройства, которое было анонсировано в пабликах Дворец пионеровской области, как бы они о нем должны думать. То есть только установка техники и, возможно, какое-то небольшое благоустройство, именно там, где надо будет стоять, ну то есть просто пальцы подолкают, больше ничего такого там не планировать в этом году. Ну а само-то отношение к тому, что у нас снова Дворец пионеров будет у вас какое? Ну, я думаю, что логично, что у нас оно отрицательное, потому что нам кажется, что патриотизм среди детей надо воспитывать на других качествах, не на военной технике. Но, к сожалению, их принимают решение, они думают, что если красивый зеленый парк, где отдыхают куча детей, и мамочек, и бабушек, и народ станет античный, ну, мне кажется, они запускаются, но это как бы их работа, я могу лишь выразить свое мнение, как бы, и с людьми, условно говоря. Интересно, как сроки какие-то озвучены конкретно, когда будет презентация вот этого проекта? Да, 24 июня открытия, где вертолетов были в 2004, насколько я понимаю, деньги у него будут собраны или уже собраны. И, соответственно, это было в том, что он еще продумантировал раньше. Вот. А благоустройство и вот эти танки, я так понимаю, что это какое-то личное знакомство нашего обязательства Саширина, и я, к сожалению, не помню, помню, но это было в Кировской области, будущая глава военнослужащих сил. Угу. Угу. То есть, я так понимаю, что бюджет не сильно подсказать, и это не все. Не очень хорошая связь, я думаю, еще будем, да, говорить на эту тему в нашем эфире. Анатолий, спасибо большое. Анатолий Курбатов, координатор движения «Красивый Киров», был с нами на связи. Остается еще несколько минут, и я все-таки хочу вернуться к тому записанному интервью с Ириной Зайцевой, председателем районного совета Уржумской районной организации «Республика Пионерия». Давайте послушаем, чем современные пионеры занимаются, как живут. Пожалуйста. Народное мнение Прекрасно помню, что эта вот связь пионерская, она не прерывалась, как от Всесоюзной пионерской организации, потом в 90-е годы, в 2000-е годы, все. Вы жили благополучно. Да, да. Но когда в 90-е годы произошли вот изменения государственные, тогда, да, и перестала существовать Всесоюзная пионерская организация, вот, ну, как бы, свои деятельности, пионерская организация в Ирине не прекращала свои деятельности не на один день. И вот в 91-м году она у нас просто стала называться Уржумская районная организация «Республика Пионерия». Что собой сейчас организация представляет? Как много ребят туда входит? Как принимаете? Сохранились ли какие-то пионерские традиции? Так, ну, на сегодняшний день это 10 пионерских дружин с количественным составом 356 пионеров. Ну, традиции, как бы, пионерские, они остаются 19 мая в школах, принимают в пионеры. У нас есть галстуки красные, но они, конечно, сейчас не чисто красные, как были раньше, а с символикой российского флага, даже как мы вот говорим, что российскому флагу пионерский салют. Вот, как бы, традиции все чтим, обжидаем. Но каждый день у нас ребята не ходят в галстуках, то есть по особым праздничным мероприятиям, по торжественным. То есть это 9 мая, это вот как раз 19 мая в день пионерии. Еще в школах бывают пионерские дни, когда вот ребята просто приходят в красных галстуках. Вступление в ряды пионерской организации, оно сейчас добровольное? Конечно, добровольное, да. Пишут заявление и добровольно вступают в ряды организации. То есть ребята в школах, они знают, что вот есть республика пионерии, можно вроде как стать ее частью, и можно вступить, да? С 4-го класса. С 3-го и 4-го класса. Да-да, то есть могут стать в ряды пионерской организации. Но вот на сегодняшний момент, может быть, раньше, когда вот в 90-е годы было 20 пионерских дружин, и там было больше тысячи, чуть ли не по 2000 пионеров, то сейчас, видите, как бы разница такая существенная. И уменьшение школ, почему так происходит? Уменьшение школ, во-первых. Во-вторых, детей становится в школах поменьше, раз сокращаются сами школы. Ну и сейчас, видите, у нас есть право выбора. Если раньше была одна пионерская, да, детская организация существовала, то сейчас есть разные организации. Но даже у нас в районе есть юная армия, есть российское движение школьников, которое мы тоже поддерживаем, как бы вот, и принимаем участие. Какими мероприятиями конкретно наполнена жизнь пионеров сейчас уржумских? Все мы прекрасно помним, там, помощь пожилым людям, праздники. Да, ну давайте тогда от них по направлениям работы, да? Да, 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 какие направления? Патриотическое и духовное нравственное питание, затем социально значимая работа. Ну вот раньше называлась это Тимуровская работа, да? Сейчас это у нас называется словом добровольчество. Вот, а все, и пошло добровольчество Тимуровской работой. Затем, конечно же, остается работа в зоне пионерского действия. Это помощь ветеранам, кто еще как бы, да, живы. Затем это шество над памятниками воинам, погибших во время Великой Отечественной войны. То есть младшим, шество над младшими. То есть это как бы все остается. И направление краеведческое. Мы также поддерживаем историю своей малой Родины. Это вот как бы вот такие основные направления работы. За плохое поведение, за плохую успеваемость сейчас пионеров отчисляют из организации? Нет, такого нет. Нет, такого, конечно же нет. Ну, я думаю, да. И принимают по желанию, а не то, что ты вот очень хороший, а то, что ты как бы плохишь, что тебя не примут. Нет, если есть желание, есть желание участвовать как бы в делах пионерских, почему же не быть пионером? Пионер ведь это как бы, это первооткрыватель, да? Человек, который для себя открывает что-то новое, знания, умения. Поэтому вот как бы всех берем, если есть желание. Ну да, то есть фактор добровольности, если человек, ну, более-менее осознанно уже приходит, да? И он, собственно, старается держать марку и работать и заниматься тем, что ему нравится. У вас даже план мероприятий разработан в связи со столетием пионерской организации, которая вот-вот будет скоро отмечаться. Можно немножко о том, как будете эту знаковую дату отмечать? У нас в Уржумском районе также запущен муниципальный конкурс, который называется «Век пионерии» по синим направлениям всех основных номинаций конкурсов, в которых могут принять участие как ребята, так и сама пионерская дружина. То есть там есть коллективное участие, есть участие индивидуальное. Ну вот какие, вот я могу просто перечислить, да, какие основные. Допустим, конкурс пионерской песни. Песня, как бывало, отрядный запевала. Следующая – это пионерский косплей. Вот слово новое, оно для ребят, но сейчас очень интересный. Как бы вот конкурс – это, чтобы вспомнить, какие мы были, загляните в семейный альбом. Ребятам предлагается у себя дома в альбомах поискать фотографии родителей, может быть, родственников, кто были пионерами, да? И вот уже сейчас делается, как бы, копию фотографий, но уже современную. Затем, ну, не во всех школах, образовательных организациях, но сохранились пионерские комнаты. В некоторых, как бы, школах, если нет, то оформляется стендик «Столете пионерии». То есть вот такой у нас еще формат проведения. Затем классные встречи российского движения «Школьника», классные встречи РДШ. Будут ребят приглашать на классные часы, на воспитательные минутки людей, которые, ну, были пионерами, какое-то имеют отношение к пионерскому детству. Это могут быть старшие, вожатые, ветераны пионерского движения. То есть вот ребята будут общаться с этими людьми. Ну, и, как у нас уже традиция, к юбилеям пионерии запускаются по всем образовательным организациям. Альбом эстафета, вот такой, где будут вспоминать историю, находить какие-то интересные факты, связанные с деятельностью пионерских дружин, и будут оформлять вот такой альбом. То есть по итогам вот этого, как бы, конкурса будет создан единый альбом эстафеток «Столете пионерии». Народное мнение. Другая минута остается до конца передачи. Напомню, что это Ирина Зайцева, председатель районного совета Уржумской районной организации «Республика пионерия». Уржумские пионеры располагаются на базе Центра дополнительного образования, который в советское время назывался, как вы думаете, как, парам-папам, «Дом пионеров». Еще раз напомню, что в конце апреля власти Кировской области пообещали презентовать все-таки проект модернизации парка у Дворца пионеров и более подробно рассказать о том, что там будет происходить. Очень бы хотелось, чтобы это было хорошо и широко освещено, и все эти преобразования ни в коем разе не реализовывались без учета нашего с вами мнения, без учета народного мнения. На этом сегодняшняя передача завершена. Народное мнение выходит, напоминаю, по средам в 12 часов. Ежедневно наш эфир начинается в 7.30, заканчивается в 13.00. Имейте в виду, мы на связи во всех социальных сетях, в телеграм-канале, в сообществе нашем ВКонтакте. Новости публикуются на сайтах kirova.ru. До встречи. Спасибо. До свидания. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Я тебе сказала, что это лошадь. Пять государственных структур. Не знаю, как сказать. И что это там? Учитывая Российской Церкви. Да это все бесполезно. Народное мнение.